Сегодня на портале Экзегет мы продолжаем наши беседы по Евангелию от Матфея. И сегодня мы будем изучать 12 главу этого Евангелия. И первая тема, которая обнаруживается в этой главе – это спор о субботе. В то время проходил Иисус в субботу засеянными полями. Ученики же Его взолкали и начали срывать колосья и есть. Фарисеи, увидев это, сказали Ему, «Вот ученики Твои делают, чего не должно делать в субботу». Он же сказал им, «Разве не читали, что сделал Давид, когда взолкал сам и бывшие с ним? Как он вошел в Дом Божий и ел хлебопредложения, которых не должно было есть ни ему, ни бывшим с ним, а только одним священником? «Или не читали ли вы в законе, что в субботы священники в храме нарушают субботу, однако невиновны? Но говорю вам, что здесь тот, кто больше храма. Если бы вы знали, что, значит, милости хочу, а не жертвы, то не осудили бы невиновных, ибо Сын Человеческий есть Господин и субботы». О чем здесь говорится? Прежде всего надо понять, что такое суббота в ветхозаветном понимании и что такое суббота в новозаветном понимании. Суббота – это день покоя, который также является днем-памятником Божьему миротворению, «Ибо Бог в шесть дней сотворил весь мир, а седьмой день субботний почил от всех дел своих». И заповедь Божия устанавливала, что шесть дней иудеи должны были делать обычные дела своим, а седьмой день, день покоя, нельзя было делать никакого дела. Этот день всецело посвящался Богу. Христос идет с учениками, они идут по полю, и они начинают срывать колосья и растирать их руками, сдувать шелуху и есть эти зерна. То есть они выполняли действия, которые с точки зрения некоторых иудеев, не всех того времени, это считалось как бы предосудительным. Кто-то может спросить, а разве они шли по своему полю? Разве есть право, когда ты идешь по чужому полю, срывать колосья и есть их, тем более в субботу? На самом деле такое право им предоставлял закон Божий, ибо в Пятикнижии Моисея говорится о том, что был закон о Пеа. Пеа – это край поля. И по закону Божию, даже когда собирали урожай, край поля оставался нежатым. Именно на такой случай, когда странники будут проходить по этому полю, они могут смело срывать, и все нуждающиеся могут смело срывать плоды с этого поля, пшеницу или виноградники, и вкушать эту пищу, то есть закон Божий это позволял. И даже женицы, которые жали, собирали урожай, они не имели права все дочисту обирать. Они должны были оставлять и виноград, и колосья пшеницы, и какие-то яблоки на деревьях, так, чтобы нуждающиеся из народа Божия могли бы прийти в этот сад или на это поле и пользоваться необходимым. На самом деле, иудейская жизнь того времени, то, как ее понимали законы учителя, она устанавливала, что есть три действия, которые будут проявлением праведности, даже если ты выполняешь эти действия во время субботы. Например, посещать больных, заниматься сватовством и хоронить умерших. А здесь Христос указывает еще на одно действие. Священники в субботу, совершая какие-то ритуальные действия, они не нарушают субботу, хотя внешне это выглядело именно так. Учение Иисуса Христа по поводу субботы – это учение о духовном покое. И если евреи шесть дней делали обычные дела свои и только один день в неделю посвящали Богу, то христианин должен каждое свое действие воспринимать как некое священнодействие. И мы должны посвящать Богу не один день в неделю, а каждый день – и понедельник, и вторник, и среду, и четверг, и пятницу – мы должны наполнять религиозным содержанием. Как и сказано в Новом Завете, все, что вы не делаете делом или словом, делайте во имя Иисуса Христа. А духовный покой, ибо слово «суббота» по-еврейски – «шаббат» и означает «покой», это и есть сам Христос, который уже сказал о себе, «придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас». То есть подлинный покой, он достигается только во Христе и со Христом. Посему для народа Божия, то есть для христиан, остается субботство, не суббота в ветхозаветном понимании, а субботство – как непрерывное пребывание в покое, пребывая во Христе. Ибо если мы с ним, то мы чувствуем полное отдохновение, а если кто оказывается без Христа, это абсолютное беспокойство, хаос и тьма. И мы читаем далее. «И отойдя оттуда, вошел в синагогу их, и вот там был человек, имеющий сухую руку». Здесь как бы идет продолжение субботней темы. «И спросили Иисуса, чтобы обвинить его, можно ли исцелять в субботы». Мы уже определились, что навещать больных в субботу в понимании иудаизма того времени – это было добродетель. А тут ему задают вопрос, можно ли исцелять в субботы. На самом деле Христос принимает участие в дискуссии между двумя школами – школа Шамая и школа Гелеля. Иногда он действует, как бы отталкиваясь от известной позиции школы Шамая, в другом случае школы Гелеля. Он как бы обличает их словами же, их законоучителей. Итак, его спросили, чтобы обвинить его, можно ли исцелять в субботы. Он же сказал им, «Кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит? Сколько же лучше человек овцы! Итак, можно в субботы делать добро!» И школа Гелеля это вполне допускала. Тогда говорит человеку тому, «Протяни руку твою!» И он протянул, и стала она здорова, как другая. Фарисеи же, выйдя, скорее всего, из школы Шамая, имели совещание против него, как бы погубить его. Но Иисус, узнав, удалился оттуда. На самом деле, Христос чудом исцеления даровал покой вот этому человеку, который имел сухую руку. Он исцелил его от этого беспокойства, этой болезни, от которой этот мужчина, скорее всего, уже измучился. И далее мы читаем, «И последовало за ним множество народа, потому что они видели, что он несет благо, в отличие от слишком упертых книжников-фарисеев, законников, которые порою были очень бессердечными людьми. И последовало за ним множество народа, и он исцелил их всех и запретил им объявлять о нем. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит, «Се, отрок мой, которого я избрал, возлюбленный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него». Это свидетельство Бога Отца о Боге Сыне через пророка Исаия. «Положу дух мой на него и возвестит народам суд. Не воспрекословит, не возопиет, и никто не услышит на улице голоса его. Трости надломленный не переломит, и льна курящегося не угасит, доколе не доставит суду победы, и на имя его будут уповать народы». Для нас очень важны вот эти слова, «трости надломленный не переломит, и льна курящегося не угасит». Что эти слова означают? «Может быть, твоя вера такая слабая, как трость надломленная? Коснись ее, и все, она развалится. Или как лен курящийся, махни рукой, и он погаснет». Но Христос хочет оберегать и такую слабую веру в человеке, поддержать ее, усилить ее, дать ей развиться. И далее из пророка Исаии вот эти удивительные слова, «И на имя его будут уповать народы». Действительно, иудаизм – это была религия одного народа. А в формате христианства закон Божий стал достоянием многих народов, христианских народов, когда и исполнились по-настоящему слова этого пророчества, «И на имя его», то есть отрока Божия, «Сына Божия, будут уповать народы». И далее мы видим, какая реакция была книжников и фарисеев. «Тогда привели к нему бесноватого, слепого и немого, и исцелил его». Так что слепой и немой стал говорить и видеть. Казалось бы, такое благо слепой начал видеть, этот же слепой, который был и немой, он стал говорить, и дивился весь народ и говорил, не это ли Христос сын Давидов? А вот реакция фарисеев была немножко другой. Фарисеи же, услышав сие, сказали, «Он изгоняет бесов не иначе, как силой Вильзевула, князя Бесовского». То есть, не зная, кому приписать эту силу, которой действует Христос, они приписывают силе Лукава. И что им отвечает Христос? Но Иисус, зная помышления их, вот когда Писание нам сообщает, что Христос видит помышления их, знает помышления их, это свидетельство о том, что Христос был истинный Бог, потому что то, что в человеке, знает только сам человек и Дух Божий, который объемлет собою все. Но Иисус, зная помышления их, сказал им, «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. И если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам собою, как же устоит царство его? И если я силой Вильзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши, чьей силой изгоняют, посему они будут вам судьями». О чем он говорит? О том, что сыновья, то есть молодые фарисеи, тех, которые обличали его, их дети, они пытались изгонять из бесноватых злых духов, но у них ничего не получилось. «И если я силой Вильзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши, чьи силы изгоняют, то есть они же не изгоняют, посему они будут вам судьями. Если же я духом Божьим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас царствие Божие, или как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного и тогда расхитит дом его». То есть Христос божественным действием ограничивал власть дьявола над больными людьми и давал этим людям исцеление. Далее Христос говорит, «Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает». И эти слова не потеряли своей актуальности и в наше время уже по отношению к людям, которые или поддерживают церковь, или не поддерживают ее. «Посему говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на духа не простится человеком, если кто скажет слово на Сына Человеческого, то есть на самого Христа, простится ему, если же кто скажет на Духа Святаго, не простится ему ни в всем веке, ни в будущем». Почему Христос так говорит? Потому что многие люди не понимали, что Он Сын Божий. Они видели в Нем простого человека, а если кто-то говорит на другого человека обидные слова, это можно простить. Но если кто-то понимает, что это Сын Божий, который действует силой Духа Святаго, и при этом выступает против Него, это грех богохульства, который не имеет оправдания. Что такое хула на Духа Святаго в понимании святых отцов? Это неверие в божественное милосердие и в божественную любовь, которая проистекает от силы Духа Святаго. Эта личность, личность Духа Святаго, она изливает любовь Божию в сердца многих и многих людей. И кто начинает сомневаться в таком действии Духа Святаго, он, во-первых, не прибегает к покаянию, а не прибегая к покаянию, он не имеет надежды на спасение. А не прибегает к покаянию, потому что не верит в Божье милосердие, в Божью любовь и не ищет Божьего прощения. Это как замкнутый круг. Поэтому мы должны осознавать, что действия Бога, благодати Духа Святаго, это всегда излияние Божественной любви. Как апостол Павел пишет, любовь Божия вселилась в сердца наши Духом Святым. Если кто-то отказывается принимать Божье милосердие, Божья любовь и представляет Бога жестоким и мстительным, это страшное оскорбление Божественной сущности. И далее Христос приводит пример. «Или признайте дерево хорошим и плод его хорошим, или признайте дерево худым и плод его худым, ибо дерево познается по плоду». Если действия Христа приносят исцеление людям, освобождение от многих недугов, он действует благодатью Духа Святаго и силой собственного ипостасного божества, это проистекает от Бога. И люди должны были в этом видеть благо, а не спорить с действиями Спасителя. Далее Христос переходит к более таким серьезным словам, которые являются характеристикой жестокости этих людей, скорее даже констатацией их реального состояния. «Порождение и хиднины». «Как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. «Ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься». Человек должен очень внимательно относиться к тому, что он говорит, особенно, когда он что-то говорит о других людях. И далее. «Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали, «Учитель, хотелось бы нам видеть от тебя знамение, ибо он сказал им в ответ, род лукавый и прелюбодейный ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения ионы пророка, ибо как иона был в очреве кита три дня и три ночи, так и сын человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи». Они требуют знамения, а Христос им указывает на предстоящее чудо его воскресения из мертвых, который будет знамением для всей вселенной о том, что он истинный Сын Божий, что он сам есть жизнь, истина и путь. «Неневитяне», то есть древние язычники, восстанут на суд с родом Сим и осудят его, «ибо они покаялись от проповеди Иониной», то есть когда пророк Иона проповедовал в Неневе, «и вот здесь больше ионы», то есть сам Сын Божий, царица Южная, то есть царица Савская, восстанет на суд с родом Сим и осудит его, ибо она приходила от пределов земли, то есть из Эфиопии, из Африки, послушать мудрости Соломоновой, царя Соломона, сына царя Давида, и вот здесь больше Соломона, сам Сын Божий, царь царей. Далее Христос говорит притчу о возвращении нечистого духа, если очистив свой внутренний мир, человек ничем его не заполняет. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит. Тогда говорит, возвращусь в дом мой, откуда я вышел, и, придя, находит его незанятым, выметенным и убранным, тогда идет и берет с собой семь других духов, злейших себя, и, войдя, живут там, и бывает для человека того последнее хуже первого, так будет и с этим злым родом. То есть, как физическая природа, она не терпит вакуума, точно так же и духовная природа, она не терпит вакуума. Если, например, человек в таинстве исповеди, он рассказал о всех своих грехах, и священник прочитал над ним разрешительную молитву, но после этого, освободившись от власти этих бесов через разрешительную молитву, человек не причастился должным образом тела и крови Иисуса Христа, оставил свою душу очищенной, но не занятой Христом, то бесы опять вернутся в жизнь такого человека, ибо духовная природа, как и физическая, она не терпит вакуума. Когда же он еще говорил к народу, матери его и братья его стояли вне дома, желая говорить с ним. И некто сказал ему, вот, матерь твоей, братья твои стоят вне дома, желая говорить с тобою. Отцы объясняют, что матерь Иисуса и братья его, братья — это дети Иосифа, обручника, Девы Марии, от его первого брака, он был довец, когда сошелся с Девы Марии для того, чтобы охранять ее девство. Они услышали, что Иисуса хотят погубить, поэтому они пришли быстро к дому, где он проповедовал, чтобы его обезопасить, забрать. Он же сказал в ответ, говорившему, кто матери моя, кто братья мои, и указав рукою своей на учеников своих, сказал, вот матери моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот мне брат и сестра и матерь. Конечно, этими словами Христос не отказывается от своей матери, от своих названных братьев, иначе этими словами Он говорит, будьте как моя мать, будьте как мои братья, как мои сестры, будьте как члены моей семьи, тогда вы сможете изменить свою жизнь и положить подлинные начатки покаяния, начав жизнь новую в Боге и с Богом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok